Как работать кафе и рестораном во время карантина в Бишкеке? Ответы на эти вопросы можно найти в двух разных документах. Первый – приложение к распоряжению Бишкекской мэрии, там, где уточняется список видов разрешенной деятельности. В приложении прописано, что работать могут только заведения, где посадочных мест меньше 50. Между посетителями и столами не менее полутора метров. Фудкортом в торговых центрах работать все еще нельзя. В этом же документе мэрии прописано, что проводить семейные и памятные мероприятия запрещено. Как за это наказывают? Если кафе или ресторан пренебрегли дистанцией, оставили больше 50 мест или провели мероприятия, наказывать будут по 293-й статье Кодекса о нарушениях. Могут оштрафовать на 3 тысячи или на 13 тысяч сомов. Сделать это могут представители Центра госсанэпиднадзора, санитарно-экологической инспекции или муниципальной администрации. А еще точки общепита должны соблюдать постановления правительства о мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. Там прописали отдельные требования для школ, вузов, стройобъектов, салонов красоты и даже бань. Обособленных правил для общепита нет, но есть общие. Так в каждом кафе должен быть входной фильтр. Всем посетителям должны измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Для сотрудников проводить анкетирование, расспрашивать о состоянии здоровья. А еще для всех работников должны провести инструктаж по соблюдению временных карантинных санитарных норм. Регулярно нужно делать влажную уборку дезинфицирующими средствами. И разместить везде санитайзеры и антибактериальные салфетки. Если не соблюдать эти правила, оштрафовать могут по 150-й статье Кодекса о нарушениях на тысячу или пять тысяч сомов. Наложить штраф по этим нарушениям может только Центр Госсанэпиднадзора. Также правительство требует обеспечить кратность воздухообмена. Что это значит? В документе поясняют, что в кафе и ресторанах должен быть нормальный воздухообмен. Какой воздухообмен считать нормальным, правительство не уточняет. Просто должна быть вытяжка. А если нет, помещение нужно проветривать 4-5 раз в день по 15 минут. Если воздухообмен ненормальный, кафе или ресторан должны оштрафовать на 13 тысяч сомов. Ну и, наконец, требования правительства. Масочный режим, видимо, должен соблюдаться только работниками общепита, а не посетителями. Инструкций, как есть и пить через маску, госорганы не придумали.